лекция возбудитель коклюша морфология и культуральное свойство коклюшная палочка бордетелла пертуссис возбудитель вызывается бактериями и назван в честь первооткрывателей бельгийца барде и француза жангу открыт в 1906 году это мелкие неподвижные не спорообразующие палочки из рода бордетелл грамм отрицательные вызывают специфическое поражение эпителия бронхов культуральное свойство оптимальная температура 37 градусов питательная среда барде жангу представляет собой картофельно-глицериновый агат с добавлением крови колонии блестящие гладкие с жемчужным оттенком напоминают зерна жемчуга антигенная структура факторы агрессии и токсины имеют соматический о антиген и поверхностный капсульный к антиген факторы адгезии пили гемаглютинин и пертоксин белок наружной мембраны токсины пертуссистоксин это термолиабильный экзотоксин и эндотоксин термостабильный который вызывает сенсибилизацию организма эпидемиология и патогенез заболевание строго антропонозное источник больной человек и носитель путь передачи воздушно-капельный индекс контагиозности достигает 70 процентов максимальная заболеваемость среди детей от 1 до 7 лет сезонность осенне-зимние благодаря прививкам заболеваемость к клюшам детей снизилась патогенез токсин вызывает спазм бронхов и через рецепторы поражает дыхательный центр продолговатого мозга возникает доминантный очаг возбуждения он очень стойкий и сохраняется месяцами что объясняет рецидив кашля у выздоравливающих клиника инкубационный период до двух дней в течение болезни выделяют три периода 1 катаральный насморк чихание сухой кашель который постепенно усиливается 2 спазматический это многократная серия кашлевых толчков когда лицо больного ребенка краснеет глаза слезятся может быть рвота страх перед приступами делает ребенка возбужденным и это провоцирует новые приступы если вас заинтересовала тема к клюш посмотрите наше очередное видео как самолет к клюш победил будет интересно третий период период завершения приступы кашля слабеют иммунитет стойкий лабораторная диагностика к клюша ведущий метод бактериологический материал от больного получают методом кашлевых пластинок то есть при кашле чашку петри со средой бордежангу держат на расстоянии 5-10 сантиметров перед штом ребенка для окончательной идентификации ставят пробу на уреазу и реакцию агглютинации второй метод серологические реакции с восьмого дня заболевания агглютинации непрямой гемагглютинации связывание комплимента третье экспресс диагностика реакция иммунофлуоресценции четвертое при эпидемиологическом обследовании возможно постановка аллергических проб профилактика и лечение к клюша объявляется карантин на 14 дней непривитым детям вводят донорские иммуноглобулин по 3 миллилитра через день плановая вакцинация проводится вакциной а к д с с трех месяцев к клюшный компонент составе вакцины это убитая формалином бордателлы лечение к к клюша симптоматическая и антибиотики в катаральном периоде тетрациклины эритромицин благодарю за внимание